Мероприятие Оценка мне пока трудно какую-то, потому что на первом фестивале мне не удалось быть, но по рецензии, как говорится, докладываться Сергею прошло достаточно удачно всего. Самое главное, здесь мы видим, что не обязательно дать какой-то, чтобы был успех внешне. Я как раз вижу, например, если быстро очень приходит успех, все приходят на ура, хорошо, замечательно, здесь надо бить тревогу. Когда есть какая-то критика, есть что-то над чем-то поработать, тогда это нормальная ситуация. Поэтому, я думаю, сейчас я сам посмотрю, вижу, да, и могу взять уже какую-то адекватную оценку. Но самое главное, что я не ставлю задачу, чтобы проводить такие пломбезные мероприятия, а именно обстановка должна быть семейной. Теплой, чтобы мы почувствовали, что мы одна семья, православная казачья семья. И цель этого мероприятия как раз объединение всех именно направлений казачества, всех именно, которые стремятся к объединению, да, и реестровые. Я думаю, что и нужно участие, конечно, и общественных организаций казачьих, потому что мы делаем одно доброе, большое дело. А здесь очень важно, в чем? Это, конечно, воспитание нашего подрастающего поколения. Казачья семья, это самое главное. Отступала, бежала по полю и тонула на всморе оттанья. Мы с Даниловского района. Представляем школу. Березовскую кадетскую школу-интернат. Мы приехали с той целью, чтобы выступить, показать себя, свои способности и посмотреть на других, таких же людей, как мы. На сцене мы представим для окружающих нас людей литературную постановку. Также песню. Наш коллектив «Яплэнка» выступает в Серафиловиче. Второй год. Первый год, когда нам отец Виктор предложил, что поехать на такой фестиваль, мы с удовольствием откликнулись на это и поехали. Нам очень понравилось. Сегодня мы тоже приехали на этот фестиваль. Наш коллектив называется «Наследие». Мы приехали на Серафимовическую землю с Михайловской школой, школа номер пять, которая занимается этим вопросом, образованием детей именно в народном стиле, в стиле казачества, традиции, искусства. Мы занимаемся давно. И в школе частенько проходят фестивали, которые отражают эту тему. И мы продолжаем с детьми и работаем. И детям это очень нравится. Вы, наверное, сегодня обратили внимание, какие они воодушевленные, счастливые. Им безумно это все нравится. И мне хотелось бы продолжать эту работу. Я желаю детям не только продолжать, но и усовершенствовать свои способности, интересы. И пожелать этого хотелось бы не только нашим детям, но и всем остальным. Потому что казачество – это наша родина. Традиции надо сохранять и оберегать. Очень рада, прежде всего, что такое значимое событие в городе Сарфимович проходит второй раз. Покосовский фестиваль под названием «Талант, который дал Господь». Это, конечно же, значимое событие для развития молодежи, для созидания именно православной веры. И фестиваль, конечно, этот учит, прежде всего, и молодежь терпимости, и к друг другу. И, конечно же, наверное, не просто, почему этот фестиваль родился именно у нас, на нашей казачьей зонке. Потому что у нас все-таки здесь с вами казачество процветает, дети приобщаются к казачеству. Есть у нас клубы, и работает и администрация, и сами дети в направлении развития казачества. Поэтому, конечно же, для нас это очень важно, что именно такое значимое мероприятие проходит на нашей казачьей земле. В писании говорится, что вера без дела вертвать.